Всем привет! В этом видео я покажу, как восстановить ногти после гель-лака в домашних условиях, без использования специальных средств. Все что нужно это соль, лимон и масло. Ну что, давайте начнем? После гель-лака мои ногти выглядят очень страшно. Лак у меня отклеился от ногтей практически сам, без фрезы и ацетона. Теперь ногтевая пластина обессилена и сильно повреждена. Моя задача максимально быстро и эффективно привести ногти в порядок. Беру самую мягкую полирующую пилочку, которая у меня есть. Вообще на ней должна быть обозначена абразивность, выражается она в цифрах через дробь. Чем выше значение, тем она мягче. Если ногти очень тонкие, или вы снимали гель-лак фрезой, этот этап пропускаем. Круговыми движениями начинаю снимать верхний сухой слой. Вообще не давлю на ноготь, еле прикасаясь. Вот такой результат у меня получается. Дальше я всегда делаю очень простую ванночку. Она хорошо помогает укрепить ногти. Все что нужно это соль, теплая вода и сок лимона. Именно он помогает отбелить ногти. Окунаю пальчики на 10 минут и видите насколько побелел свободный край. Повторяйте эту процедуру раз в неделю и ногти будут очень быстро расти и перестанут ломаться. Теперь время питать кутикулу и кожу вокруг ногтя. Для этого можно взять ремовер, но, как по мне, эффективнее обычное оливковое масло. Слегка его подогреваю в микроволновке и окунаю туда ногти буквально на 5 минуток. Теперь кожа распарилась и напиталась. Самое время взять апельсиновую палочку и убрать все лишнее. Чищу все под ногтями и вокруг ногтевой пластины. Сразу отодвигаю кутикулу. Остатки масла распределяем по всей коже рук или же смываем и наносим самый плотный крем, который у вас есть. У меня вообще для лица с iHerb, но он мне не подошел, поэтому для рук в самый раз. Надеваю поверх резиновые перчатки и иду заниматься домашними делами минут так 10. Дальше мою руки и буду наносить самый простой и бюджетный укрепляющий лак. Я заметила, что бежевые и белые оттенки делают ногти ухоженными и зрительно более ровными. Наношу в два слоя. Вот такой результат у меня получился. Длину, если вам неудобно, можно убрать. Я в скором времени так и сделаю. А пока с таким маникюром я пошла делать фарш и жарить котлеты. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.